Здравствуйте любители шашек! Сегодня проходили финальные соревнования по шашкам в зачет сельских спортивных игр по республике Башкортостан. И в первом туре встретились. Я играл белыми, черными играл мастер спорта Мильшин Максим. Разыграли дебют Гамбит Кукуева, CB4, FG5, BC5, GF4, CB6, CD6, SG3, CB4, GF4, FE7, FG3, BA5. И наконец-то мне посчастливилось в официальном турнире применить свою новинку, жертвы шашки ED6. И связываем фланг ходом BA3. Далее было DE7, GH4, EF6 конечно ходить нельзя из-за простой комбинации FG5, DC3 и бьем на придамочное поле. Далее было BC7, AB2. Сыграли CB6. Все правильно, построили некий кулак, чтобы были тактические идеи, либо как-то разменяться от этой связки. Ходить CD6 проиграно. Некоторые играют так CD6, думая, что у них лишняя шашка. Это полпобеды. И могут выводить прямолинейные шашки. Но это не так. На CD6 выигрывают BC3. Теперь на EF6 комбинация FG5, CD4. Бьем 3 на G5. И получилось порну шашек, но отстала шашка застряла. Стратегически выиграны позиции у белых. Если ходить GF6, тогда EF2. На FE5 FG3, AG7 GF2, GF6 FE3, AB6 CB2. И ходы закончились. Но могли еще провести такую жертву CD4. Их пойти GF6. Тогда мы отвечаем тоже жертвой. AG5, нападаем ED4, EF6, DC5 и пробегаем в дамки. Если будет останавливать AB6, то проведем комбинацию FE3 и бьем 3. И так далее с победой. В партии было CB6, GF2. Также есть хороший план с ходом EF2. Теперь на GF6 BC3, ED6 комбинация AG5. Все держится на тактике. CD4, бьем 2. На GF4 мы ставим дамку. FG3, FE3. И позиция выиграна. Например, могут зайти на поле F2. Тогда мы дамкой на А3 и забираем эту шашку. Очень много шашек отрезаны. Если же пойдут не GF6, а ED6. Тогда мы с той же идеей. ДЕ3. Ну, жертва ничего не дает. БЦ3, ДЕ5, АБ4. Хотим поставить сильный тычок. И на размин ЕД4, АЖ5, FE3 и так далее с победой. Поэтому жертва не проходит. Есть только спасение после хода GF6. Проводим такую же комбинацию. АЖ5, ED4. И бьем 2 на придамочное поле. Позиция отличается только шашкой B2. В той позиции шашка стояла на D2. И тогда мы выигрывали с помощью этой комбинации. А шашка стоит на B2. Уже ничья. Могут пойти АБ4. Но если FG3, то тоже поменяется уже F4. Там простая ничья. Если поставить дамку на D8, то дамку поймают. Даже есть ничья на F4. Но сложная. Побьют на F6. И также ничейная позиция. Но поприятнее у белых. Так как у черных есть отсталая шашка. И слабый фланг. Но я сыграл GF2. Хотя EF2 тоже очень сильный ход. В партии было ЕД6. Если пойти GF6, то BC3. ЕД6. АЖ7 проигрывает из-за FG3. И на ЕД6 комбинация CD4. Поэтому на GF6, BC3, ЕД6 надо играть. И после DE3 сводится к нашей основной партии. Мы эту позицию разберем. А если пойдут, можно также пойти и DE3. После моих онлайн партий на канале Ивашко. Также разбирал именно вот этот вариант. DE3, АЖ7, CD2, ЕД6. Размен FG5, 2х2. BC3, FE7, АЖ5, GF6. FG3 такая жертва. И ничья. Эту ничью, конечно же, я знал. Но лучше, конечно, играть BC3. В партии было ЕД6. Все сводится к тому же. Ходим до Е3. И на GF6 меняемся BC3. И получается нету колонны. Безупорная позиция. Была ничья после хода АЖ5. Жертва до Е5. CB2, CD4. На вид очень неприятная позиция у черных, так как белые грозят пойти FG3 угрозы, пойти в дамки. Но все держится на тактике. Если ходить АЖ7, то АБ6. Дамку ставят, дамку загоняют на Б4. И проводят такую комбинацию с ничьей. А если построить ловушку FG3, тогда FG5 комбинация. И как ни бей, черный проводит комбинацию с поле А5 на поле А1. Например, бьем на F6. И так же дамку нашу ловит. И так же с ничьей. Получается, чтобы провести эту жертву, нужно видеть на нескольких ходов вперед, что будут тактические идеи. Ну, ход АЖ7 проигрывает из-за FG3. И на F5 нужно проводить именно через CB4 комбинацию. CB4, ЕД4 и побили в дамкинг по большой дороге. Закрываются. И разъединяем сдвоенные шашки. И отрезаем все шашки по большой дороге. Почему через CB4 надо проводить? Через АБ4 ничья. Бьют CB2, ЕД4. Бьем в дамки на H8. И получается, что дамку ловят. АЖ5, ДЕ5 и БЦ5. И пробегают в дамки с ничьей. Поэтому на АЖ7, ФЖ3, ФЕ5 проводим комбинацию через CB4 и ЕД4. Но в партии было ФЕ5. Получается, ход АЖ7 проигрывает. А жертва АЖ5 дает ничью. После ФЕ5 есть еще ничья. ФЕ5, ФЖ3. В партии мне вернули шашку ЕД4 и проиграли. Ничья была еще после комбинации CB4. АЖ7, ЖФ6. Бьем на H2. ДЕ7 ставит дамку ЕФ4. Можно же H2. ФЖ5 по большой дороге напали. CB2, БЦ5 ставит дамку. И СД4. И следующим ходом. Ходим на АЖ8 и бьем эти две шашки по большой дороге с ничьей. Получается, в этой позиции единственная ничья оставалась только после СБ4. Соответственно, АЖ7 проигрывает комбинация. Вернули ЕД4. Можно выиграть СБ2. Как было в партии. Также можно было и сразу сделать вторжение. Но идея почти одна. CB2, ДЦ7. Ну, соответственно, АБ4 ходить нельзя из-за ЕД4. Выигрыш. Далее было ДЦ7. ФЕ5. АБ4 ничего не дает. Просто ходим ЖФ4. И когда меняется 2 на 2 назад. Входим на АЖ5. Останавливать нет смысла. Потому что мы пробегаем на поле Е5 и забираем эту шашку. Если ходит БЦ7, ЖФ6, СД6, АБ4, АБ6, БА3, БЦ5, ФЕ7 и так далее с победой. В партии было СБ6. ЕФ6. Также АБ4 ничего не дает. Мы проходим в дамки на СД4. Бьем на СД5. И так далее с победой. В партии провели такую тактическую идею. АЖ7, АЖ5, СБ4, ФЕ7, АЖ3, на Д4 отрезаю путь. ЖАЖ2, ЖА1, АБ6, ставя дамку, ЕФ8, грожу поймать. ЖАЖ2, БЦ3 и так далее с выигранным Эншпилем. Дамки можно поставить на поле А1 и С5. И будет у вас и трамплин, и петля, чтобы поймать дамку. А вам спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Шашки для всех. Продолжение следует.